Русские новости Ни русского народа, ни русской истории, ни русской государственности никогда не было. Соответственно, и национально-патриотическое движение не признается как какой-то существующий политический субъект. Есть только экстремисты. Больше никак по-другому нас не характеризуют. И допуск в публичное пространство для нас полностью закрыт. За исключением тех возможностей, которые постоянно уменьшаются в социальных сетях, где мы можем выступать, доступ в средства массовой информации нам полностью закрыт. Летом этого года, 2017 года, преступная группировка столичных властей во главе с Собяниным и его департамент по региональной безопасности, совершенно противозаконная антиконституционная структура, запретили нам проведение всех без исключения митингов. Мы даже попробовали подать сразу сходу пять заявок на пять дней подряд. И на все пять заявок нам прислан ответ отрицательный. Мы хотели выступить в защиту политзаключенных. Нам сообщили, что политзаключенных в Российской Федерации нет. Мы пытались провести митинги в защиту политзаключенных. А у нас как раз именно этим летом завершился сюжет с целым рядом приговоров, которые вынесены. Завершилось дело несколько ранее Юрия Екишева, которого обвинили в возбуждении межнациональной розни, потому что он использовал в своих статьях еще 2010 года и более ранних слово «жидовствующее» или «жидовство» или «жидовский», понимая под этим, конечно же, религиозно-нравственную основу. Но поскольку судья Рудакова сочла, что эксперты, так называемые эксперты, проходимцы, являются носителями истины в последней инстанции и мнение какое-либо другое не имеет никакого значения, не играет никакой роли, она вынесла обвинительный вердикт, присудив полтора года реального срока человеку, который высказывал свои мысли, религиозно-нравственные суждения, что является, конечно, преступлением. Судья Рудакова-преступница должна быть заключена под стражу, ее деятельность должна быть расследована не только по этому делу, но и по всем делам, которые она вела. Я предполагаю, что уровень нравственности этой дамы таков, что ни одного правосудного приговора она вынести в принципе не могла. В данном случае она исполняла распоряжение начальства и совершила уголовно наказуемое деяние. Я думаю, что минимальный срок для такого рода преступлений – это лет 10 колонии общего режима, а если выявятся другие преступления, то я думаю, что здесь хватит пожизненного. Завершился у нас процесс по делу ЕГПР ЗОВ. Людям, которые пытались организовать референдум, собрать людей, потом провести соответствующие собрания в регионах, как положено по закону, отказали в этом праве. И не только отказали, но за попытку реализации своего права на подготовку референдума осудили. Осудили от 4 до 4,5 лет лишения свободы, при этом 2 года они уже отсидели. Судья-криворучка, полный мерзавец, я посмотрел на этого человека. Это абсолютно безнравственное существо, такая медуза, специально поставленная для того, чтобы выносить именно неправосудные приговоры. Я думаю, что здесь пожизненным сроком не обойдется. Поскольку в русском государстве мы надеемся все-таки восстановить смертную казнь для такого рода подонков, я думаю, что обязательно и публичный процесс с привлечением средств массовой информации, с демонстрацией всех деталей преступной деятельности, с прямой трансляцией речей прокуроров-адвокатов, все это должно быть, судья-криворучка должен быть приговорен к высшей мере наказания. Сейчас пока у нас высшая мера наказания – смертная казнь, но по соответствующим статьям Уголовного кодекса санкция приостановлена. Решением Ельцина, напомню, никакого референдума не было, никакого голосования, просто так решили. Я думаю, что русская власть решит иначе. И всех, кто истязал русских людей, в особенности тех, кто проявлял упорство и не хотел считаться тем, что нас всех обращают в рабов, вот за преследование русских общественно-политических активистов, я думаю, будет, если это системная деятельность, как у судей-криворучка, будет вынесен высший приговор. В данном случае я не пугаю, но я считаю, что так должно произойти. Именно так. Открытый процесс и публичная казнь. То же самое касается военной коллегии, коллегии военного суда Самарской области, которая вынесла неправосудный, абсолютно ничем не обоснованный приговор по очередному делу против Владимира Васильевича Ковачкова, который без того беззаконно находится в тюрьме и страдает как русский общественно-политический деятель. Новый приговор был связан с видеороликом, который неизвестно, кто и как записал и каким образом разместил в сетях для просмотра широкой публики. Широкого просмотра не получилось, это я совершенно точно знаю. Тем не менее, вот эти провокаторы, которые организовали размещение этого ролика, я предполагаю, что Владимир Васильевич не обращался к безграничной аудитории, которая вполне конкретной и для конкретных людей была сделана эта видеосапись. Но кому-то понадобилось ее разместить. Теперь я думаю, что ее будут размещать сплошь и рядом, потому что только из этой записи понятно, за что преследует Владимир Васильевич Ковачков и за что этот совершенно преступный суд, и эти аморальные личности, которые там сидели, тоже видел я и председателя суда, просто вот ему не хватало просто чертових рогов, и мне иногда казалось, что у него такие вихры крашеных волос представляют все такие чертовские рога. Вот эти люди вынесли абсолютно неправосудный приговор, и Владимир Васильевич Ковачков получил дополнительно к своему сроку еще приговор на полтора года реального срока. За то, что он излагал свое мнение, то, что он не призывал к насильственному свержению государственной власти, было доказано экспертами, и суд не смог принять этого решения, на которое его подталкивали, в том числе и прокурор. Вот тоже я посмотрел на этого прокурора, это абсолютный негодяй, фамилии сейчас не помню, не буду произносить, но кому интересно, тот эти фамилии сможет узнать. И вот эти люди пытались осудить Ковачкова вновь по, в кавычках, террористической статье. Якобы он из тюрьмы готовил государственный переворот и призывал к свержению государственной власти. Свергать оккупационный режим – это дело правильное. Другое дело, были бы у нас силы, мы бы завтра его свергли. Просто завтра. Но у нас, к сожалению, таких сил нет, поэтому мы пытаемся убедить людей, что этот режим абсолютно нам враждебен. Он живодерский, оккупационный и правление гауляйтерское. Гауляйтерское. Именно пытаясь убедить людей, которые совершенно дезориентированы в подавляющей своей массе. И был посвящен ролик Владимира Васильевича Ковачкова, когда он сказал, мы встретимся в военно-революционном походе на Москву, имея в виду, что Путина сдадут его же собственные либерасты и попытаются установить режим либерального террора. Ну, фактически, Путин уже сам установил режим либерального террора, поэтому его хозяевам нет смысла менять его на какого-нибудь Навального или еще на какого-нибудь подлеца. Уже уровень подлости достиг такой высоты, что даже хозяева Путина изумились и сказали, ну, уже невозможно, невозможно уже с вами иметь дело, поскольку даже в каких-то мафиозных криминальных структурах есть какая-то грань. Вот если ты дал слово, то ты должен его выполнять, ну, по крайней мере, если ты что-то говоришь, то ты заранее не думаешь о том, что ты своего партнера по диалогу обманешь. Вот заранее на какой-то обман идешь на подставу какую-то, на предательство и так далее. Все это и есть путинский режим. Поэтому даже американские хозяева сказали, ну, хватит, ну, уже просто невозможно, все, как-нибудь давайте прекращайте это безобразие, вы уже своими грязными руками уже даже в нашу избирательную кампанию влезли. И косвенным образом это путинисты подтвердили. Влезли-влезли. Вы в нашу кампанию, мы в вашу кампанию. Да мы вообще одна кампания, мы все влезаем ко всем. И абсолютный аморализм, абсолютное презрение к закону, абсолютное презрение к каким-то моральным нормам, это и является сутью путинского режима. Именно поэтому осуждают Екишева, ИГПР ЗОВ, 4 человека, Квачкова. Но мы-то почему такие дураки? Почему русский народ до сих пор находится в состоянии какой-то непонятной любви-ненависти к начальству? Они говорят однозначно, пошли вы все вон. Вот мы, русские националисты, русские национал-патриоты, это говорим. И за это нас преследуют, за это нас прессуют всеми возможными способами. Да, у нас большая проблема в лидерах, потому что лидеров скупают. Многие из них кремлевская администрация оказалась. Ну, вся эта система власти, вот это гауляйтерство, это и есть кремлевская администрация. Ну, им дали какие-то возможности, каждому свою деляночку, и пусть борются за разумное, доброе, вечное. Вот они там и оказались. Те, кто сейчас вне системы власти, тоже могут быть соблазнены теми же самыми, таким же способом. Но все-таки мы надеемся, что есть в людях что-то такое, какой-то стержень, какое-то представление о чести, достоинстве. И русский национальный фронт выдвинул идею народных лидеров. Примерно так, как это было на Донбассе, когда появились народные губернаторы, народные мэры. Конечно, никакие выборы народных лидеров никуда не приведут, потому что выборы проводятся оккупантами. Кого выберут оккупанты или кого заставят выбрать оккупанты? Кого они объявят победившими на любых выборах? Таких же самых оккупантов. Поэтому, может быть, кто не знает, у нас в самом начале сентября пройдут выборы. Губернаторов будут выбирать, местных депутатов. Единственный способ противодействия нынешнему режиму – это не ходить ни в коем случае ни на какие выборы. Все эти выборы – ложь и фальшь. Вы будете выбирать своих палачей, отпетых подлецов. Никаких других там нет, понимаете? Никаких других. Если кто-то там даже собирается поучаствовать, ну, на губернаторские выборы просто нормальных людей не подпускают. Поэтому эти выборы просто состоят из одних сплошных подлецов. Ну, выборы муниципальные, там могут быть приличные люди в качестве кандидатов, но они не выиграют эти выборы. Не потому что вы за них не проголосуете, а потому что вам объявят, что победил очередной подлец. И эти подлецы везде. Включаешь телевизор, написано фамилия, имя. Политик. Что такое политик? Профессия у нас такая появилась. Политик. То есть человек не возглавляет никакой общественной организации, не является каким-то общественным лидером, не является специалистом ни в какой области. Это примерно то же самое, что написать менеджер. То есть менеджер широкого круга, политик широкого круга по всем вопросам, международным, местным, муниципальным, по коммунальным службам, по взаимоотношениям с США. Это по любому поводу политик НТВ. Включаю сегодня какой-то типчик с физиономией отпетого мошенника. Политик. Ему дают слово, он начинает там распинаться. Видимо он думает, что его будут узнавать и он прославится и куда-то просочится. Я уверен, что дал деньги за это. Вот таких мерзавцев вам будут представлять. Нормальных людей просто никуда не допустят. И даже если они просочатся там по одному на муниципалитет, они ничего сделать не могут. А в худшем случае им подберут такое местечко и такой род деятельности, который уведет их от основной задачи. А основная задача, как всегда, вопрос о власти. Путин должен быть изгнан из власти и осужден. Я думаю, что там тоже никак не меньше высшей меры наказания. Вся его шайка должна быть изгнана и большая чистка госаппарата должна пройти. Это вопрос жизни и смерти. Если этого не будет сделано, страна погибнет. Она гибнет у нас на глазах и сегодня в новостях я об этом скажу. Поэтому мы, русские националисты, отвечаем концепцией народного лидера. Безусловно, одним из таких лидеров, может быть первым лидером является Владимир Васильевич Ковачков. Мученик за русскую веру, за русскую идею. Самый решительный противник нынешнего оккупационного режима. Я не говорю о том, что у него какие-то есть теоретические заблуждения или взгляды, с которыми я не согласен. И другие не согласны со сталинизмом и так далее. Но это реально человек, который каждый день совершает подвиг во имя Отечества, во имя русского народа. Поэтому он для меня является бесспорным лидером. И даже если я в чем-то с ним не согласен в каких-то его теоретических построениях, я знаю, что это, безусловно, честный, порядочный человек, совершающий подвиг, который не довелось совершить пока еще никому в течение многих десятилетий русской истории, как минимум. Русский национальный фронт и постоянно действующие совещания национально-патриотических сил выдвинули эту концепцию народного лидера и предложили целому ряду людей поддержать эту концепцию и согласиться с тем, что они являются для национально-патриотических сил лидерами. И вот довольно длительная была процедура. Все-таки согласовали заявление. Заявление его подписали Юрий Болдырев, Леонид Григорьевич Ивашов и Игорь Стрелков. Три человека, которые, на мой взгляд, сосредотачивают на себе, концентрируют внимание именно национал-патриотов. Никакие другие люди более неизвестны, чем эти политики, в полном смысле слова, без всяких кавычек. Не какие-то политиканы, которыми нас постоянно почует телевидение, а именно политики. Они выступили с заявлением, которое я сейчас прочитаю. В преддверии выборов президента России весной 2018 года благодарим постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России ПТСНПСР и отдельные национал-патриотические организации за выдвижение наших кандидатур в состав будущего народного правительства, которое должно быть сформировано по результатам избрания нового истинно-народного президента России альтернативно нынешнему. Своей целью и ранее, во всей своей прежней работе, независимо от ныне оказанного нам доверия и будущих результатов избирательной кампании, и теперь в предстоящей совместной деятельности мы видим восстановление в России народовластия, отстранение легальными законными методами от политической и экономической власти, финансово-спекулятивной и сырьевой олигархии, ставленников внешних для России сил, заинтересованных в дальнейшей научно-технологической и культурной деградации нашей страны, формирование ответственной перед народом власти, служащей интенсивному научно-техническому и промышленному развитию страны и процветанию народа. Для нас высокая честь оказаться в одном списке с теми, кто отбывает ныне наказание по, с нашей точки зрения, неправедным и необоснованным приговорам за так называемую, в кавычках, экстремистскую деятельность, сутью которой было лишь стремление добиться законными и конституционными методами ответственности власти перед народом. Выражаем солидарность с ними, их родными и близкими, их включение в наш единый список не фикция, но свидетельство непреклонной готовности после избрания истинно народного президента России незамедлительно добиться их освобождения, полной реабилитации и включение в работу в составе будущего народного правительства. Своими союзниками видим широкий спектр национально- и социально-ориентированных политических партий и движений, протестные группы, заинтересованные в радикальной смене в России политической власти с проолигархической и, по сути дела, прозападно-ориентированной на подлинно народную. Поддерживаем ведение переговоров с этими потенциальными союзниками с целью выработки единой программы и выдвижения единого кандидата в президенты страны. Мы готовы работать с широким кругом национально-патриотических сил России с тем, чтобы будущий народный президент смог на эти силы опереться, как на свою большую надежную команду. Призываем общественные объединения и авторитетных сограждан выдвигать и других уважаемых и авторитетных специалистов и общественных деятелей в состав будущего народного правительства, как центрального, так и на уровне регионов и местного самоуправления, а также активно принять участие в предстоящем осенью выдвижении единого кандидата в президенты России от национально-патриотических сил. С уважением, Болдырев и Вашов-Стрелков, 18 августа 2017 года. Все эти три человека, они здесь не случайно ссылаются на тех, кто осужден по так называемым экстремистским статьям. Безусловно, в состав народного правительства войдут как осужденные члены руководства ИГПР ЗОВ, инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть, Владимир Васильевич Квачков, нет сомнений, ему будет предложена эта честь, я бы сказал так, все-таки это действительно честь, и Юрий Екишев, тоже осужденный за так называемый экстремизм. Эти люди, конечно, сейчас не смогут из тюрьмы каким-то образом поддержать деятельность народного правительства, но в том случае, если все-таки победа будет за нами, эти люди действительно должны быть выпущены из тюрем, полностью реабилитированы. Соответственно, те, кто их осудил, должны быть сами осуждены, и должна быть им выплачена компенсация, и в том числе, одной из форм компенсации будет их участие в народном правительстве. И об этом сказали Болдарев, Ивашов и Стрелков. Да, к этим людям есть у разных национал-патриотов разные претензии. У нас вообще к каждому человеку всегда есть какие-нибудь претензии. Очень часто они выливаются в какой-то горячечный бред, я и на себе это постоянно чувствую. Просто какие-то отчаянные бредни от людей, которые не знают фактического состояния дел, где-то что-то прочли, где-то какую-то негодяйскую статейку, и эта статейка у них западает на всю оставшуюся жизнь. И вот это негодяйство вообще не позволяет сформировать какую-то лидерскую группу. Вот я и говорю, давайте наплюем на все эти претензии. В том числе я также отношусь к своим претензиям. У меня есть претензии, я каждому могу их предъявить. При случае я, конечно, это сделаю в корректной форме и, скорее, в личной форме. Но если мы не отодвинем в сторону эти претензии, то, наверное, нам придется очень не сладко. Да, скажут, Ивашов, он вот как-то, вот мы его же уже выдвигали в президенты, а он вот отскочил потом в сторону. Да, мне крайне это было обидно. Но сейчас он проявил готовность снова выйти на линию огня. Это следует поддержать, это достойно уважения. Игорь Стрелков, к нему куча всяких претензий, в том числе у меня. С кем он там связался? С какими-то непонятными людьми, мне, по крайней мере, непонятными. Пусть это, так сказать, мои тараканы в голове, но мне это было непонятно. Как и многие его заявления. Но вот сейчас тоже он выходит на линию огня, в общем-то, с которой он и не уходил. Потому что, конечно, эта фигура крайне неугодная, неудобная для нынешней власти. Эта власть могла его поглотить, но почему-то не захотела. Ну, не захотела, может быть и слава богу. Чем больше врагов у этой власти, я думаю, тем ближе наше избавление от нее. И Юрий Болдырев, который является известным политиком еще с Верховного Совета СССР, когда он тогда еще молодой человек, был в группе демократов, в межрегиональной группе, там, где был Ельцин, где был Попов и так далее. Но его позиция всегда была принципиальная, отличная и здравая. С ним трудно работать, да, у него есть свое мнение по любому вопросу, и он считает единственно верным. И его трудно убеждать. Ну, что же делать, да, у всех есть свои особенности. Меня, например, тоже крайне трудно убеждать. Поэтому, когда сходятся два человека, каждый из которых имеет свое распоследнее мнение, им договориться очень трудно. За исключением одного случая, если они делают одно и то же дело и готовы уступать. В каком-то случае я остаюсь при своем мнении, отступаю в сторону, пожалуйста, давай ты вперед. В другом случае, наоборот, я прошу, уступите мне, я же вам тоже уступаю. Вот такие взаимные уступки, что, конечно, не означает уступки в какой-то идеологии, в мировоззрении, только в деятельности. Хотим добиться результата, хотим освободить страну от оккупационного гауляйтерского режима. Ну, вот в этом заявлении все достаточно так мягенько написано, даже не упомянуто о национализации собственности олигархии и уничтожении этой самой олигархии, но она должна быть действительно уничтожена. Вот не то, чтобы люди должны быть истреблены, тут же к стенке поставлены, хотя и это многим хотелось бы узреть. Но маховик насилия, если он будет раз запущен, остановить будет очень тяжело. И если это будет вариант сталинщины, то не поздоровится не только олигархам, ну и скорее всего они-то как раз не пострадают, а пострадают обычные люди, которые все грешны, но именно им достанется львиная доля репрессий. Поэтому спокойнее, когда я говорю о том, что высшая мера наказания должна быть применена к тем, кто явно враждебен, явно выполнял заказы русофобской власти и действовал против русского движения, я имею в виду конкретных лиц очень ограниченное число. Конечно, всех судей надо выгнать, конечно, всех до одного, просто ни одного не оставить и запретить им вообще когда-либо заниматься профессией, связанной с юридическими вопросами. Всех до одного. И всех судейских вообще полностью надо заменить. Я не сомневаюсь в этом абсолютно. И другая судебная система должна быть, мы уже об этом не раз говорили, судить должны граждане, а юристы должны консультировать судей, которые, так же как и депутаты, у нас нет профессии депутата, вот и профессии судья тоже не может быть. Это избранный от народа человек, в меру разумный, понимающий, что такое справедливость, что такое честь и достоинство, и юристы ему объясняют, как оформить его это представление с помощью ссылок на законы. И судебный процесс совсем другой должен быть, я все это прочувствовав и прекрасно это понимаю, но сейчас писать и объяснять эту концепцию, как надо заново все это построить, это просто зря тратить время. Надо уничтожить антигосударственную оккупационную власть. Вот ради этого можно идти на всякие компромиссы, за исключением компромиссов с коммунистами и с либерастами. Это две идеологические чумы, которые, допустишь, на копейку они тут же разрастутся, превратятся в эпидемию. Ни коммунистов, ни либерастов. Вот когда этих в стороны откинули, остается площадка для согласия. И как бы я жестко не высказывался по поводу взглядов того или иного человека, я готов придержать язык, если мы начинаем действовать вместе. Ну и от других жду того же. А вот кто беспрерывно свое сквернословие выставляет на показ, особенно в сетях, и всегда найдется возможность кого-то полить грязью, и вот люди свое собственное достоинство пытаются утвердить именно таким порядком, унизить другого, причем явно другой, более образован, имеет большего опыта, имеет явно заслуги какие-то. Ну на него надо вылить грязь и таким образом поднять в своих собственных глазах свою собственную достоинство. Вот это самые подлые люди. Вот я призываю всех, кто в социальных сетях работает, как такого подлеца увидели, сразу все выкинули, забанили, больше никогда с ним не взаимодействовать. Я это делаю практически всегда сразу. Я понимаю, что человек там может ошибиться, что-то там сболтнуть, и иногда я уточняю, вы в самом деле, вот так, так и так, ах, в самом деле, все, пошел вон, никогда, никаких контактов. Ну, это вот главная русская новость, запущен проект «Народный лидер» или «Народные лидеры». Они должны возникнуть на всех уровнях, в каждом селе, в каждом городе, и в стране в целом должны появиться альтернативные лидеры. Если есть люди, которые чувствуют в себе силы, они должны проявить себя, должны связаться с центральным народным правительством. Оно будет сформировано, я думаю, не позднее сентября-октября, пройдет съезд, это правительство объявит о своем существовании. По крайней мере, вы уже точно знаете, что об этом, о готовности участвовать в этом правительстве сообщили Болдырев и Вашов и Стрелков. И предварительные списки в Русском национальном фронте тоже уже обсуждены, там полтора, два, три десятка человек, которым будет предложено принять участие в народном правительстве. Ну, наверное, некоторые из них испугаются, как я понимаю, я некоторые фамилии там увидел, я думаю, что испугаются. Ну, испугаются и ладно, два десятка или там полтора десятка, этого хватит. Но главное, чтобы у нас по стране пошел процесс формирования народной власти, без всяких выборов. Есть достойные люди, должны собираться представители разных общественных организаций и выдвигать. Губернатор, народный губернатор, мэр, народный мэр. У них мэр, у нас народный мэр. У них ставленник вот этой подлой верхушки оккупантов, у нас ставленник русских национально-патриотических, патриотических националистических организаций. Ну, только эти организации еще должны формироваться, хотя бы какие-то группы, какая-то основа должна быть. То есть, активные граждане должны действовать именно так. Мы создаем не структуру взаимного подчинения, такая иерархия, в которой ты начальник, я дурак. Нет. Мы организуем совместную деятельность по уничтожению олигархии. И эта цель выше всех остальных, по крайней мере, на данном этапе. Начнется этап государственного строительства, будут, конечно, будут какие-то противоречия. Как они будут решаться, это уже следующий вопрос. То ли сильнейший заявит свою волю, и тогда на нем будет ответственность. То ли коллегиальная какая-то группа будет тоже вырабатывать решения, которые требуют каких-то спешных и чрезвычайно жестких мер. Или это будет народное представительство, и люди будут избирать. Конечно, не по той системе, которая сейчас. Все, кто касался выборов, до сих пор, конечно, должны быть от них удалены раз и навсегда. В том числе и те, кто побывал депутатом и так далее. Поэтому я сам не мыслю, что я когда-нибудь еще буду раз депутатом. Потому что на мне тоже эта печать есть. И мне иногда говорят, ну ты же там был, ты в рамках этой системы действовал. Да, действовал, только я не за эту систему действовал, а против нее. Поэтому и получил десятилетия безработицы, репрессий и блокады всякой моей деятельности. А теперь к другим новостям. Теракт в Барселоне. Охи-ахи по поводу 13 погибших. Это они своих так вот берегут. Все средства массовой информации, в том числе и российские, просто визжали несколько дней. Ах, теракт в Барселоне. А вот чужих можно отправлять на тот свет пачками, тысячами, сотнями тысяч и просто даже не замечать. В Сирии там массовые убийства, никто просто не замечает. Ну там же война. А тут мои мирные граждане гуляли по бульварам и на нас наехал грузовик. Ребята, вы хотите так, чтобы война обособленно существовала? Нет, она пришла к вам на ваш бульвар. Вот она приехала с террористами. И так будет всегда. Правда террористы действуют на руку тем негодяям, которые находятся во власти. В том числе и в Российской Федерации. Они позволяют им вводить такие процедуры, которые замораживают вообще всю общественную деятельность, запрещают всю критику, прекращают общественно-политический процесс. Полностью прекращают. Вот в Российской Федерации политики больше нет. Есть просто назначения депутатами, губернаторами и так далее. А те, кто ходят на выборы, это просто театральная массовка. Вот знаете, надо массовку раньше, как-то в молодые годы я поучаствовал в массовках при снятии фильмов. Вот массовку за копеечку там набрали. Вы массовка, если вы идете на выборы, вы массовка. Вот для спектакля, который называется политика. Но самой политики нет, то есть нет борьбы интересов, точек зрения, идеологий, вообще ничего нет. Все это закрывается именно с оправданием того, что мы же обеспечиваем безопасность. Безопасность это самое главное. Я говорю, безопасность не самое главное. Безопасности не будет никогда. И опасность террористического воздействия на общество будет сохраняться. Я думаю, что путиноиды в своих закулисных центрах планируют и организуют сами эти теракты. Я уверен даже в этом, потому что политические убийства тоже в их арсенале. Поэтому и теракты тоже в их арсенале. И то, что произошло в Санкт-Петербурге, очень было похоже на сценарий, отдельно мы об этом говорили, масса признаков, указывающих на заранее разработанный сценарий. И я полагаю, что в арсенале вот этой чекистской, богомерзкой власти есть и политические убийства, и организация терактов. А те, кто планирует и организует эти теракты в качестве реакции на ведущуюся против их народа войну, они просто не понимают, что они действуют на руку. На руку вот этой мерзкой власти. То есть вместо того, чтобы вести активно пропаганду, вместо того, чтобы создавать свои средства массовой информации, объяснять свою позицию, эти люди отвечают на войну, войной не против тех, кто ведет эту войну, а против тех, кто хочет, чтобы война где-то была в стороне. Вот там они одобряют, пусть там бомбят Сирию как угодно, пусть бомбят. А мы в стороне, мы вообще к этому никакого отношения не имеем. Вы имеете, вы содержите те правительства, которые организовали эту войну, и они являются, фактически являются причиной террористических актов. В Российской Федерации, я думаю, что все обстоит еще хуже. Как обычно у нас показывают там, а вот в Америке что-то неправильное, а вот в Европе что-то взрывают. А у нас мы вообще такие молодцы, у нас же вообще богоподобный мистер Пу правит, поэтому какие могут быть вообще критические замечания. Я думаю, что во всех вопросах, которые обсуждаются в порядке критики Запада, у нас супер Запад. У нас такое западничество, которое на Западе не снилось. И точно так же такой у нас был коммунизм, которого на Западе никогда не было. То есть этот Абсурдистан продолжает наращивать обороты, и если его не остановить, то вместе с этим Абсурдистаном мы кувыркнемся в пропасть небытия. Измена. Было у России озеро Сладкое в Новосибирской области, а теперь оказалось у Казахстана. Путин всегда отдает территории России, когда идет вопрос о границах. Всегда. Ну там стали обсуждать, озеро усохло, граница оказалась не там. Путин всегда отдает российские территории. По сути дела Россию он уже сдал. Он супер предатель. Вот таких предателей в истории нашего Отечества не было никогда. Даже мерзостные большевики такого не допускали. Они все-таки хотели сохранить государство как плацдарм для мировой революции. Путину даром не нужно это государство. Ему нужно просто безмерное обогащение его подлой группировки и упоение власти. Он уже мозгами совсем ослаб. Ну вот тут он на каком-то молодежном форуме приехал. Тут, оказывается, он в музыке тоже разбирается. Тоже начал учить, как вообще музицировать. Мозгов там нет. В общем-то их и никогда не было. Ну остатки, которые были, остатки рациональности уже рассеялись. Ну именно поэтому он готов уступить все. Россию он уже уступил. Мы с этим в большинстве, мы, наверное, неправильно говорить, вы, граждане, в большинстве с этим согласились. Ну что ж тут не отдать кусочек территории еще? Да ради бога, да забирайте себе это озеро и пусть к этому озеру местные жители, граждане России уже не имеют доступа. Пусть казахи, пусть казахи. Отдадим все. Деньги на ветер. Россия выдала Венесуэле кредит на 2,8 миллиарда долларов. А Роснефть 6 миллиардов. Это наши деньги. В Венесуэлу бросили. Ну там кипит ситуация. Там президенты, наверное, очень скоро свергнут. Потому что все-таки большинство граждан выступило против него. Там ситуация сходная с российским. И может поэтому путинский режим и финансирует режим Мадуру, который, ну, просто отказывается воспринимать общественное мнение. Оно есть там. У нас вот нет общественного мнения. А там есть там общественное мнение против ныне действующего президента. И стремится к тому, чтобы он как можно быстрее ушел. Тем более, что у него на руках уже очевидная кровь. Убийство. Массовое убийство демонстрантов. У Путина еще нет. У него тоже на руках кровь. Но она как-то вот не очевидная. И большинство просто тихо соглашается с тем, что пусть будет эта кровь на руках. Но ничего страшного. Вор не пойман, значит он не вор. А он вор. Ну, к сожалению, у нас не так. Ну, наверное, поэтому Роснефть и российское правительство финансируют Венесуэлу, где режим полностью провалился. Где крайне тяжелое хозяйственное положение. У нас еще не крайне тяжелое. Вот будет крайне тяжелое, интересно, сколько денег вольют, чтобы убивать людей, которые в отчаянии выйдут на улицы. Если Путина в 2018 году переизберут, мы пройдем венесуэльский сценарий. Будут массовые убийства на улицах, будет тяжелейшее положение, просто люди будут без... Ну, мы уже к этому подошли. Мы уже подошли к массовой безработице, массовое закрытие предприятий происходит на наших глазах. Мы к этому подойдем. В конец очереди Габон обошел Россию по ВВП на душу населения. 72 место в мировом рейтинге. Здорово нас Путин приподнимает. Великая держава. 72 место. Пошли вон. В рейтинге социального благополучия РФ потеряла еще две строчки в итоговом перечне, опустившись с 44 на 46 место из 63 возможных. И пропустив вперед Казахстан, Латвию, Филиппины. Сфиксированный в 2017 году результат самый низкий в России с 2012 года. Великая держава. Народный линин. Национальный лидер. Все идет в тартарары. По данным Всемирной Организации Здравоохранения по объему расходов на здравоохранение, Россия находится на 91 месте в мире между Нигером и Суданом. Ежегодные медицинские траты составляют 7% ВВП против 17% США, там бюджет-то нечета нашему, и 11% Германии. На 91 месте Нигер и Судан. То есть мы уже хуже Африки живем. Хуже Африки, которая была, можно сказать, страной рабов. Вот мы превратились в страну рабов. И что-то вы, граждане, этого не ощущаете, не понимаете. Почему никто не протестует, почему нет массового вступления в русские национальные организации? Ну, значит, вам удобно жить вот в таком рабском состоянии. Ну, значит, будете Африкой, будут вас расценивать так же, как африканцев. Будут автобусы ездить с надписью «Не для русских». Вот, все остальные, но не для русских. Уже так оно и есть. Во власть вход только не для русских. Во власти русских нет, уверяю вас. Все. Если даже человек и говорит на русском языке и заявляет, что он русский, на деле в путинской администрации русских нет, там нет русских. Россия вымирает, а мы не замечаем. В 2017 году наблюдается самая глубокая демографическая яма. Выпускников в России, 700, ну, выпускников в школу, 716 тысяч человек по сравнению с 2005 годом. Произошло уменьшение практически в два раза. Тогда был миллион триста тысяч человек. Тишина. Тишина. Никто не замечает демографической катастрофы. Почему не замечает путинская администрация? Потому что им наплевать. Да сдохните хоть вы все. Тогда нам останется богатство всей страны. Мы эту землю и те сокровища, которые находятся в этой земле, и те сокровища, которые хранятся в государственных фондах, просто присвоим. Ну, по сути дела, они уже присвоили. Просто ждут, когда же мы быстренько умрем. Вот просто поубивать миллионы людей накладно. Остальные миллионы могут как-то подняться и поднять на вилы этих убийц. Поэтому ждут, ну, вы сами как-нибудь вымрете. Ну, коль скоро наследства не будет, то эти богатства унаследует кремлевская группировка. Они так настроены. Ну, если вам все равно, граждане, то ну что же делать? Значит, ваши дети будут действительно на уровне негритянского рабства жить, которое было совсем недавно еще в США. И не так давно рабство отменено по историческим меркам. Кремлевская администрация призналась, их власть легитимирована ЦРУ, деньгами ЦРУ. Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, напомнила Вашингтону о 500 миллионах долларов, которые были привезены в Москву в преддверии президентских выборов 1996 года, когда Ельцина выбирали. А я напомню, что президентом Российской Федерации Путина назначил Ельцин. Прямо назначил. Никому неизвестный полковник, подполковник, реально майор КГБ, был приглашен Березовским и Патрацикашвили двумя уголовниками в Кремль. И поскольку там и остальные на уровне уголовников действовали, они сочли, что этот человек абсолютно безнравственный и абсолютно лишенный каких-либо знаний о России, как раз им очень и подходит. Они его назначили сначала ни с того ни с сего директором ФСБ, потом через полгодика председателем правительства, потом Ельцин, уходя, оставил ему свой кабинет. Ну и кто же выиграл выборы? Естественно, выиграл выборы тот, кто владеет этим кабинетом, так же, как и Ельцин. Вот ему из ЦРУ привезли прямо в бумаге 500 миллионов долларов. Это признано в официальном выступлении. Мы теперь совершенно точно знаем, что власть в Российской Федерации абсолютно нелегитимна и по этому параметру, потому что она установлена иностранными гражданами, иностранными деньгами. Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из депмиссии, иномарками, отдельными партиями, неким частным лицам. Так заявила Захарова сообщение ТАСС 17 августа 2017 года, 17 часов 38 минут. То есть это документированный материал, мы можем вполне на него ссылаться. То, что фальсифицированы выборы президента Российской Федерации Ельцина в том же 1996 году, об этом мы говорили. А сейчас есть официальное признание от Верхов в официальном заявлении. Мне понравилась общая оценка одного из публицистов социальных сетей, который иногда попадается мне на глаза. И я пропускаю его публикации в группе Фейсбука «Русский национальный фронт». Он так написал. «Две недели отсутствовало. Читаю собеседник, и у меня складывается впечатление, что наша власть сорвалась с цепи. Уничтожается все и вся, вырубаются сады и парки. Творится сплошной беспредел. Конституция растоптана, законы не соблюдаются. Вранье и обман день и ночь. Льются и тиражируются с экрана ТВ. На ВДНХ уничтожили фонтан «Колос». В Волгограде деревья в парке «Вдов» на Мамаевом кургане пустили на дрова. В Троице Московской области врача-травматолога, ортопеда Шейназарову избили сотрудники полиции прямо в детской поликлинике, а затем ее уволили якобы за прогулы. Соловьев с экрана телевизора называет дерьмом недовольных нынешней властью. Глава города Геленджик Хрестин сперва дает разрешение на строительство 14-этажного дома на 450 квартир, а затем ставит вопрос о его сносе. В Ярославской области руководство потребовало во всех школах и детских садах вывесить портрет главы области Дмитрия Миронова. Кстати, глава Ярославской области взял за образец то, что в Москве творит Собянин. С места на место перекладывается плитка на улицах города, отмываются огромные бюджетные деньги. Не зря ярославцы, как и москвичи, называют свою власть оккупационной. И недовольство властью растет не только в Ярославле и Москве, но и по всей России. Вот все материалы взяты из газеты Собеседник. Но это малая часть того, что просто попадается на глаза журналистам. Катастрофа. Мы живем в состоянии катастрофы. Почему это люди не замечают? Ну, видимо, пока до них катастрофа лично, до них не докатится, пока вокруг них не начнут что-нибудь там вырубать, поджигать, переносить, перестраивать, пока из их кармана не начнут уже и зарплату, и пенсию, и стипендию вынимать. Наверное, они останутся столь же пассивны. Привыкли за годы советской власти, что там в Кремле сидит большой человек, он думает о нас, думает о нашем благосостоянии, правительство, там всякие правители, чиновники. Они думают только, как нас ограбить. Других у них целей нет. В том числе и ограбление состоит в том, что у нас отняли государство. Нет больше государства, Россия. И Российская Федерация не государство, просто банда каких-то подонков захватила власть. Федерализм довел до ручки. Белый дом объявил об инвентаризации полномочий субъектов Российской Федерации год назад. Представляю в Совете Федерации основы региональной политики, вице-премьер Дмитрий Козак назвал главные проблемы нехватку ресурсов. Все чаще регионы предлагают вернуть на федеральный уровень ряд полномочий, особенно социального характера, в связи с недостаточностью ресурсов. Господин Козак говорит, что регионы исполняют более 500 полномочий, которые переданы различными законами, без определенного статуса и источников финансирования. То ли они собственные или выполняются за счет регионального бюджета, то ли делегированные и должны финансироваться из федерального бюджета. До этого сенаторы, ссылаясь на данные Минюста, указывали, что регионы исполняют около 400 собственных и делегированных центров полномочий, а их количество за 10 лет возросло почти в два раза, причем без передачи достаточных источников их финансового обеспечения. Еще сложнее ситуация в муниципалитетах. Законопроект принципиально не меняет отношения между центром и регионами, зато позволяет изымать полномочия по решению президента или правительства на основании мотивированного обращения главы субъекта, в том числе совместного с федеральным ведомством. Также будет прекращено предоставление субвенций, а возврат неиспользованных остатков в федеральный бюджет пройдет в месячный срок. То есть весь ваш федерализм оказался абсолютно несостоятельным. Абсолютно. И теперь вот эта шайка, которая находится у власти, пытается как-то в рамках действующего законодательства, без изменения Конституции, что-то там нахимичить. Все, что они химичат, только нам во вред. Лучше бы они вообще ничего не делали, получали бы зарплату и где-нибудь отдыхали на Канарских островах или на Лазорном берегу. Пусть бы они все туда уехали. Я уверяю, нам бы было проще платить им вот эту мзду, которую они берут с нашей страны, а управляли бы какие-то другие люди. Пусть даже они будут получать зарплату в 10 раз меньше, чем нынешняя вот эта подлая группировка, взявшая власть и использующая ее нам во вред. Другой мир, Забайкалье, тоже взятый из сети. Сегодня на глаза попался очередной пост по подростковой преступности в Забайкалье. На Забайкалье просто в федеральном центре забили болт, так пишет один из комментаторов. Изучив материалы, которые есть в открытом доступе, можно сказать, что ситуация в Забайкалье в 17-м году стала на порядок хуже, чем была в 1997 году, 20 лет назад, когда Ельцин правил. То есть ситуация сейчас гораздо хуже и сейчас гораздо позднее, как говорится, чем было при Ельцине. При Ельцине еще какие-то были надежды, еще вот эта вот дерьмократия еще не отвердела. А сейчас уже это такой вонючий железобетон. Вот слова помощника председателя Следственного комитета Игоря Комиссарова на совещании в профильном комитете Госдумы. Мы, наверное, живем с вами в параллельном мире. Я не знаю, где вы работаете, но вы абсолютно не представляете себе ситуацию, которая творится. Когда я прибыл в Забайкальский край, там, где 9-летний мальчик подвергся систематическому сексуальному насилию, приехала масса чиновников из Забайкальского края, включая бывшего губернатора. Меня вообще спрашивают, что так много машин приехало. Я говорю, знаете, тут такое ЧП случилось, ребенка малолетнего изнасиловали здесь, в интернате. Мне говорят, вы знаете, у нас в каждой школе есть в Забайкальском крае столы для опущенных. Вот это все подтвердилось, то, что в каждой школе есть свой общак. Здоровому училку сложно представить, что в школах существует партия для опущенных, которые уже воспринимаются местным населением как должное. Культурная особенность региона, так сказать. Вот что такое Россия за пределами кольцевой дороги Москвы, за пределами крупных городов. Опущенные, дети изнасилованные, и все об этом знают, и ничего не делается, вообще ничего. Вы считаете, что Россия управляется? Да им плевать, абсолютно плевать на Россию, плевать на изнасилованных детей, плевать на то, что кругом распоясался криминал, кругом это на бандитизм, кругом чиновники не исполняют своих обязанностей, суды не работают, прокуратура не работает, следственный комитет ничего не работает, ни одна система. И вы говорите, что это государство? Да нет его, этого государства, все, оно закончилось, закончилось. Собственно, это вопиющий случай, который осмелился озвучить публично ошеломленный генерал. Но есть моменты, которые вообще не озвучиваются, и о них боятся и стыдятся говорить, только если анонимно. Например, воинские части платят ежемесячно дань за безопасность. С каждого контрактника и младшего офицера собирается условно тысяча рублей, в начале месяца передается местному авторитету. Иначе нельзя будет выйти в город за продуктами и отправить ребенка в школу. Организованные преступные группы с активными участниками в 30-50 человек собирают дань с воинской части, с двумя тысячами человек личного состава. Это в Забайкале. Катастрофа. Катастрофа, так резюмирует наблюдатель. Ну, не знаю, будь я командиром этой части, я бы вооружил 5000 человек, вывел бы в город, ввел комендантский час, вывел всех преступников и просто расстрелял бы. А дальше хоть трава не расти. Я бы просто этих бандитов, там 30-50 человек, просто бы расстрелял на площади. Если кто-то попытался вообще пальцем тронуть хотя бы одного ребенка из офицерского состава, детей офицерского состава, или контрактника, который вышел в увольнительный в город. Я бы просто их всех перебил до одного. Но у нас офицеры это, тьфу, терпилы, терпилы. Ни одного выступления против действующей поганой оккупационной власти. Вы им продолжаете служить. Вы продолжаете служить. Вот результат. Ваши дети изнасилованы, ваши подчиненные не могут выйти в город, потому что там какая-то группа 30-50 человек вам угрожают. Вы никто. Вы просто рабы, даже если у вас там полковничьи или генеральские погоны. Вы просто дрянь, а не человек. Просто дрянь. Вот в эту дрянь все вот вы, кто сочувствует или работает в этой власти, превращаетесь, потому что для вас Бога нет. А если Бога нет, все позволено. И в отношении вас тоже все позволено. Не только вам все позволено. Но и в отношении вас все позволено. И пулю вам в затылок пустить тоже позволено, потому что придут чекисты, которые заподозрят вас в нелояльности, и расправятся с вами, потом скажут, что у вас были семейные проблемы, а у кого их нет. И вы вот в таких расстроенных чувствах, и в генеральских погонах из наградного пистолета отпустили себе пулю в лоб или в висок. А дырка окажется в затылке. Ну, об этом как-то не принято будет говорить. Далее Дуньке порулить. Чистый убыток национального спортивного телеканала Матч ТВ в 2016 году возрос от... вырос до миллиарда 740 миллионов рублей с миллиарда 240 миллионов в 2015 году. Матч ТВ входит в холтинг «Газпром Медиа». Чтобы вы знали, кто содержит эти так называемые спортивные каналы. Вот «Газпром Медиа» содержит. Медиабизнес в прошлом году был основным генератором убытков для «Газпром Банка». Но им поручено содержать абсолютно тупой канал, который показывает почти сплошь один футбол. Или какие-то там соревнования, которые вообще не пользуются никакой популярностью. Но главное футболом убивать мозги людей. Я считаю, что футбол это средство отморозить мозги. Кто по телевизору смотрит или кто ходит на эти станиоды, вам отмораживают мозги. Вы этого не понимаете, потому что они уже подкошены вашей мозги. Вам добавляют еще. За наши же деньги, которые «Газпром» ворует у нас, финансируется так называемый «Матч ТВ». Ну и там эта дунька нерусской национальности, которая не знаю каким местом продвинулась в руководители телеканала, не зная об этом ничего, не умея ничего. Вот огромный-огромный убыток. Как сообщают в ведомости, от банковского бизнеса группа получила 74 миллиарда рублей прибыли, от небанковского 44 миллиарда убытков. То есть, вот «Газпромбанк» еле сводит концы с концами, содержа вот эту машину лжи. Ну это же не только один канал, видите, от небанковского сектора 44 миллиарда убытков. В том числе 28 миллиардов из этой суммы приходится на медиа. 28 миллиардов вкладывается в то, чтобы вам промывали мозги. Из бюджета «Газпроммедиа» или из бюджета «Газпрома» изымается эта сумма, которая, конечно, воруется, это воровство, и используется на то, чтобы вам, граждане, промывали мозги. А вы смотрите, смотрите телевизор, да? Из вашего кармана возьмут и на эти деньги сформируют инструмент, который вам вкрутит в голову шуруп. И вы с этим шурупом будете жить. Я не глуп, не глуп, не глуп, но только вкручен от рождения, и мою голову в шуруп, так писал один поэт такой остроумный. Последние месяцы телеканал «Матч ТВ» постоянно находится в центре многочисленных скандалов, то сомнительные судебные процессы, то утечки информации об увольнениях и сокращениях, а также о повседневном быте телеканала. В нарушении сложившейся практики телеканал даже перестал командировать корреспондентов на матч чемпионата России. Ну, российские соревнования вообще не показывают. Кому они нужны? Вон, спортсмены поехали на чемпионат мира по легкой атлетике, конечно, даже без российских флагов. Им сказали, что Россия не допущена. Ну, тогда мы и договорились там, что мы выступаем под нейтральными флагами. Ребята, вы живете в России. Кто вам деньги-то платит? Так мы же платим, нация вам платит деньги. А вы выступаете под нейтральным флагом. Ну, лучше бы вы вообще не выступали. А зачем? Нам это не нужно. Это вам, оказывается, нужно для карьеры. А почему за наш счет? Весь этот профессиональный спорт и вот это профессиональное медиавещание, которое руководится дуньками всякими, вот это только просто статья расходов для каждого из нас. Мы платим за все это дело. Мы платим. Идиотов монет «Цифровой мир». Сбербанк в 2018 году станет одной из самых конкурентоспособных цифровых компаний мира, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. К этому времени будет создана новая IT-платформа, которая позволит банку работать в различных сферах и выводить на рынок новые продукты. Только они ни черта не делают в том, ради чего создан был Сбербанк. Сбербанк – это не частная компания. Сбербанк – это был государственный банк, потом, правда, его украли, превратили в акционерное общество, и сейчас он фактически украден и управляется человеком, который ничего не понимает, вообще ничего, ни в чем. То есть он как-то в 14-летнем возрасте перестал развиваться, вот так и остался. Как Медведеву айфон показали, у него глаза загорелись, и все его стали называть после этого айфончик. Вот такой же айфончик – это Герман Греф, он ничего не понимает. Ни в IT-технологиях, ни в банковском секторе. Поэтому элементарные банковские операции просто перестают проходить. Ну как вот, оказывается, случайно выяснилось, что вы кладете деньги на свою карточку, а с них, оказывается, перерасход с этой карточки происходит, и они берут с вас так называемый овердрафт. То есть как будто вы деньги, которые положили, не можете расходовать, вы, оказывается, расходуете больше, чем было в этом кошельке. Нельзя из пустого кошелька что-то взять. Они говорят, вы взяли, мы с вас списали. Ну там копейки, копейки, конечно. Но что выясняется, когда вам приходит смс о том, что деньги пришли, или деньги перечислены, это не значит, что это так. Это вам только об этом сообщили, что деньги перечислены. Но на самом деле они не перечислены. И, как сказали специалисты, ну у нас такая техническая система, мы по-другому не можем. Они не могут по-другому, то есть они не могут наладить элементарные операции, которые в цифровом масштабе происходят в доли секунды, в миллисекунды. У них проходят два банковских дня. А иногда, то есть банковских имеется в виду рабочих дня, чтобы совершить элементарную операцию, а иногда и больше. Вот что такое Сбербанк сегодня. Это вывеска. Там люди занимаются чем-то другим. Вот в том числе занимаются и вот этими IT-технологиями, от которых у Германа Грефа глаза горят, он вообще не соображает ничего. У него какое-то помешательство. И этим помешательством он заразил другого недалекого человека, Владимира Путина. Тут тоже IT-технологии, все у нас будет. Ничего у вас не будет, кроме системы слежки за гражданами. Вот это вы знаете, вы умеете везде. Каждое сообщение соцсетей должно быть сохранено. И каждый должен находиться под наблюдением. Все уже. Нам обещали, что компьютерные базы не будут сведены вместе. Теперь говорят, все, мы организуем общую базу данных. То есть, на каждого досье, вот то, в чем упрекали чекистов прежних времен, реализовано сейчас чекистами нынешних времен. Им главное следить за всеми. Ну и, соответственно, это используется в криминальных целях. В целях подавления общественно-политической активности, выявления неблагонадежных и создания им разного рода сложностей, тоже с помощью цифровых технологий, не так ли? И для того, чтобы просто воровать, просто присваивать собственность, разрушать производственные процессы. Они же везде будут вмешиваться, на каждого досье. Каждый чижик, где бы он ни сидел на своей жердочке, все равно под подозрением его могут отстрелять или заключить в тюрьму. Вот для этого все и делается. Поэтому глаза горят у Владимира Путина. Но у Грефа, потому что он такой вот инфантилу родился. А вот чем на самом деле должны заниматься банки? Стимулированием роста экономики. Недавно в Дании выдан ипотечный кредит с отрицательной ставкой. Банк доплачивает клиенту за пользование капиталом. И вот некоторые цифры по банковским ставкам. Япония 1,68%, срок кредитования от года до 35 лет. На вот этот ничтожный, чуть больше полутора процентов. Швейцария 1,75%, срок кредитования до 20 лет. Финляндия 1,8%, кредитования до 25 лет. Германия 1,9%, срок кредитования до 15 лет. Люксембург 2%, срок кредитования до 30 лет. Внимание, Россия, срок кредитования от 6 месяцев до 15 лет. Процентная ставка по кредиту 12,5% в рублях. И до 12% в долларах США. Ну и как можно конкурировать бизнесу с таким кредитом, который в 10 раз больше, чем кредит, который выдается в других странах, которые как-то пытаются, у них тоже не очень хорошо получается, надо сказать, поддерживать научно-технический прогресс и экономический рост, создание новых рабочих мест. В 10 раз меньше ставка у них не получается. А у нас вот такая ставка. При этой ставке не будет ничего, вообще ничего. И кто берет кредит, тот разоряется. И кто кладет деньги в банк, тоже разоряется. То есть у нас куда ни шагнешь, везде сплошное разорение. Потому что везде сидят люди типа Грефа с Путиным. Отчитываться так и не научились. ФСБ РФ задержало 7 выходцев из Центральной Азии. По подготовке терактов в Санкт-Петербурге. По статистике Генпрокуратуры за первую половину этого года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля. Почему? Видно, потому что надо было напомнить гражданам, что теракты вообще возможны. Зачем-то получают деньги эти люди, прокуроры, Следственный комитет, ФСБ. Из чего они возможны? Кто их организует, кто финансирует? За десятилетия ни слуху ни духу. Как будто террористы заводятся как мыши в белье. Такое впечатление, что музыку заказали как раз к выборам. У нас к выборам аресты, посадки и теракты. Иначе как-то не оправдать, почему бы снова стать Путину президентом. Должны быть теракты, должны быть экстремисты. И все это инсценируется, все это превращается в руководство действий того аппарата, который в порядке антиэлитного отбора наполнен дураками и подонками. Преступная организация Росреестр. В Красноярске мужчина не выдержал многочасового стояния в очереди с беременной женой, взял арматуру, разбил окна в Росреестре. На следующий день все сотрудники вышли из отпуска, и многочасовые очереди исчезли. Люди занимали очередь с двух часов ночи, стояли до посинения. Дозвониться до специалиста невозможно. Трубку просто никто так и не берет. И к этому еще у меня была рассказана история, когда человек узнал о том, что есть земля, которую можно взять в аренду или выкупить у государства. Оформил все документы. Естественно, что он взаимодействовал с Росреестром по этому поводу, а когда все документы выказали, земля уже продана. Они просто не знали о том, что эту землю можно купить и от нее получить какую-то выгоду. И вот вы хотите что-то оформить на себя, приходите в Росреестр, там тут же анализируют эту сделку, как можно урвать что-то для себя. Вот они так. Тебе нужна эта земля? Хорошо, ты придешь, купишь уже у частного лица, не у государства. Государство тебе почти даром отдаст, в смысле своим, почти даром. А если тебе что-то надо, ты будешь по так называемым коммерческим расценкам платить. Я лично в Росреестре был несколько раз, когда говорил, как же вот у меня решение суда, вот моя доля собственности, куда делась эта собственность, почему в Росреестре написано, объект ликвидирован. И вот Юлия так и так, я ему говорю, вот статья Конституции. Там немалый чиновник на личном приеме, все-таки два раза мы были на личном приеме у заместителя, руководителя Росреестра Московской области. Куда делась моя собственность, кто написал, в реестре объект ликвидирован. И вот как уж на сковородке, вот так, ну вы же не зарегистрировали, раз не зарегистрировали, какая разница, зарегистрировала или нет, у меня есть собственность. Вот она и, ну как, ну ее же практически, вот на местности-то где? Ну на местности осталась малая часть от этой собственности, ну тогда вы разберитесь, куда девалась собственность, кто оставил в реестре запись, объект ликвидирован. Да нет никому, дело до этого, понимаете. Там свою мзду получили и прикрылись формальными какими-то процедурами. Решение суда, конституционная норма, что никто не может быть лишен собственности без решения суда. Вот плевать на все это, вот плевать Росреест, это просто преступная организация. И преступление это растет из Минюста, это же структура, которая была раньше в подчинении Минюста, может быть и сейчас, не знаю. Но по крайней мере некий господин Васильев, который у нас возглавлял департамент регистрирующей политической партии, в частности нашу партию не зарегистрировал, и еще против меня лично судился, когда я его назвал циником и лжецом. И суд сказал, да, это вот индульгенция такая для Васильева, который возглавлял Росреестр потом. Индульгенция. Нет, ты не циник и ты не лжец. А вот Савельев, тогда еще депутат, даже депутатская неприкосновенность, меня не оградила от этого приговора. Обязан опровергнуть эту информацию. Я не опроверг эту информацию, это наплевать. Бумажка нужна была для вышестоящего начальства. Циники и лжецы работают в Росреестре. Вся эта организация абсолютно преступная. Сделана, создана не для регистрации прав собственности, а для отъема собственности. Я это утверждаю, у меня есть фактура. Попробуйте опровергнуть господа, которые ныне возглавляют Росреестр. Вы преступники, утверждаю я. Попробуйте мое мнение, пусть это мнение вы будете считать некомпетентное, неправильное, унижающее вашу честь и достоинство. Да, я унижаю вашу честь и достоинство, потому что нет этой чести и достоинства. Она выдумана. Выдумана. Нет ни чести, ни достоинства. Вы преступники. Попробуйте опровергнуть мое мнение. Ну, как Васильев пошел в суд. Идите в суд. Давайте. Мы попробуем судиться. Я считаю, что вы все там преступники. Все до одного. Чиновники сверху, донизу. Все. Я не прав. Пусть суд это скажет. Я скажу, да, виноват был. Вот есть честные люди, мне представили там доказательства. Вот честные люди. Они, правда, скажут, вы мне докажите. Хорошо, я докажу. Нас за такую риторику объявили бы экстремистами. Дмитрий Рогозин об отказе российскому самолету пролететь над Румынией заявил в своем твиттере «Ждите ответа, гады». Это он так, как румынам. Вице-президент на своей странице в твиттере так написал. Он летел бортом из Москвы в Кишинев по личному приглашению президента Молдовы. Или Молдавии, как правильно говорить, Игоря Додона. Додон тоже интересный царь Додона. Помните пушкинскую сказку. И ответка пришла. Россия со 2 августа запретила поставки живых свиней и продукции свиноводства. А также охотничьих трофеев из Румынии. Как сообщает Россельхознадзор, ограничение касается ввоза живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, рога копытного и кожевенного кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащие в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней. Это какая-то полная шизофрения. Вот полная шизофрения. В такой войне власти Молдовы объявили российского вице-премьера, персоной нон-грата. Соответующее решение было принято на заседание правительства. Песочница международной политики призывает новых инфантилов в свои ряды. Их здесь всегда примут и всегда найдут чем занять. Вот типа Захаровой. Стена плача в Москве. В Москве строители приступили к монтажу горельефа «Стена скорби», посвященная жертвам советских политических репрессий, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Днем 6 августа началась установка только первой части памятника. В целом же он состоит из 11 фрагментов, который полностью привезут в сквер 23 августа. Высота сооружения составляет 6 метров, длина 30 метров, так поясняют в Департаменте капитального ремонта. Стоимость этой бесовщины наравне со святым Владимиром, поставленным у Кремля. По-настоящему репрессированным на самом деле является русский народ. Но его как будто не существует, поэтому репрессии продолжаются. Русским ставят в вину русофобский советский режим, установленный теми же самыми русофобами-большевиками соответствующей национальности. Тогда была большевистская национальность, теперь либералистическая. По недавнему опросу в поддержку Собянина высказалось 14% участников опроса, против 71%. Что его нужно отдать под суд, считает значительно больше половины участников опроса, а среди москвичей более 2-3 участников. Вот такая популярность. Но это независимый опрос, естественно. Если Собянин закажет опрос, так там все москвичи будут в нем души не чаять. Путин подтвердил, что он наследник живодеров-большевиков. Зюганов после встречи с самозванцем объявил, надо отдать должное. Путин сказал, пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет. Ну, в смысле, что Мавзолей как стоял, так и будет стоять. А это варварство. Варвары для Путина и Зюганова это русские люди, а большевики самые близкие по своей злобной натуре люди. Поэтому пока Путин будет у власти, Мавзолей будет на Красной площади, и сатанинские ритуалы будут продолжаться. Путинские некрофилы. Грандиозный скандал разгорелся в российском Приморском крае. Начальник отдела общего образования Краевого департамента образования и науки поймали на публикации в сети, где этот высокопоставленный чиновник и активный член партии «Единая Россия» с ног до головы обмазывался человеческими фекалиями, поедает их и мочится себе на лицо. Единственные более-менее приличные фотографии, из опубликованных Александром Евсеевым в закрытой приватной группе извращенцев-капрофилов в российской социальной сети ВКонтакте, является та, где он зачем-то позирует со своим паспортом. Именно благодаря данному кадру чиновникам удалось деанонимизировать. Представляете себе, в сети ВКонтакте то и дело стирают группы национал-патриотов, а группы всяких извращенцев, типа вот этих капрофилов, извините, говноедов, они спокойно существуют. И оказывается, в этих группах состоят путинские чиновники. Я не удивляюсь, что они все там будут состоять. Но не в этой конкретной группе, и может быть не обязательно в сети ВКонтакте, но в каких-то группах они непременно состоят. Голубое лобби или лобби говноедов. Все это путинская реальность. Вы хотите такую власть? Я не хочу. Я не хочу, чтобы мои дети, внуки жили при такой омерзительной власти во всех отношениях. Законы о миллионных штрафах за недостоверный контент тоже связаны с социальными сетями. Такие законы будут приняты Государственной Думой в осеннюю сессию. Об этом пообещал первый замглавы фракции Единой России, мой любимец Андрей Исаев, которого я назвал политическим ионачем. По соответствующему рассказу я просто как-то за его судьбой наблюдаю. В юности мы были знакомы, но теперь это знакомство просто невозможно. Я боюсь не сдержаться. И если не сказать, то приложить что-то тяжелое к чему-то тупому. Ну и вот этот проходимец говорит, что законопроекты о клевете, этот термин употребляет депутат, хотя в документе речь идет о противоправной и недостоверной информации, в целом удастся принять до конца текущего года. Исаев напомнил, что депутаты предложили штрафовать физических лиц на суммы от 3 до 5 миллионов рублей, а юридические лица от 30 до 50 миллионов. Полная шизофрения. Где только сами депутаты, Исаев или еще кто-то, в состоянии располагать такими суммами? Они совсем рехнулись? Или они друг другу намекают, что не надо ничего в сети публиковать вообще? Мы как говорили, так и будем говорить, что вы негодяи, подлецы, воры. И я самого Исаева заявляю, что это вор и подлец, это изменник, это соучастник в геноциде русского народа. Давайте 3-5 миллионов рублей вы введете против меня за это заявление такую ответственность. А откуда я их возьму? Ах, я продам свою долю в квартире. У меня третья часть. Я продам и вам заплачу, господин Исаев. Ну, каким же надо быть негодяем? Каким же надо быть негодяем? Это уже не политический иной, Ионыч. Это уже какой-то фантастический негодяй. Просто фантастический негодяй. И именно такие люди, вот говноеды, и вот такие подонки вроде Исаева, в Единой России приняты. Это их активисты. Это норма для их активистов. И поздравляю тех, кто себя ассоциирует с этим путинским режимом, кто состоит в Единой России. Даже формально там состоять нельзя. Из любых соображений. Ну, потому что ваши руки будут все время вонять дерьмом. В качестве обоснования для законопроектов Исаев сослаждался на опыт Германии, где аналогичный закон был принят Бундестагов за распространение противоправного контактной клеветы в сети. С физического лица берутся штрафы от 500 тысяч евро до 5 миллионов евро, а с юридических лиц от 30 до 50 миллионов. Штрафы для россиян, по словам Исаева, будут уменьшены пропорционально их зарплатам. Ну да, какие у нас зарплаты, он даже не знает. Ему это не нужно знать. И тем, кто сидит в Думе или в Кремле, им не нужно знать, в каком состоянии мы живем. И почему мы их считаем подлецами. То, что в Европе за недостоверный контент можно крупно влететь, это понятно. Это понятно и так и должно быть. Но у нас самые большие лжецы – это депутаты типа Исаева, и члены «Единой России», и все кремлевское руководство. Вот самые большие подлецы вы будете платить. Ну тогда, извините, когда вас спихнут, вы расплатитесь всем своим достоянием. Еще придется телом приторговывать, чтобы как-то покрыть расходы. Вы самые главные лжецы. В Министерстве образования и науки РФ провели акцию «Моя главная книга». Первое место на книжной полке, объемом в 15 книг. Большинство пользователей занял роман Булгакова «Мастер и Маргарита». С небольшим отрывом от произведения идет серия Джоан Роллинг о Гарри Поттере. Третье место досталось антиутопии Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Ну, очень симптоматично, что вот третья книга именно такая, потому что все остальное, все остальные книги – это уровень детско-подростковый. То есть у нас интеллектуальный уровень, у людей, которые читают книги – детско-подростковый. Сразу за этой тройкой лидеров следует «Война и мир» Толстого, «Маленький принц» Антона де Сент-Экзапери и три товарища Эриха Мари Риамарка. Это вот уровень, вот эти книги надо прочитать до 16 лет. Вот эти книги для людей до 16 лет. Ну, да, «Война и мир» можно читать и несколько позже. Но первое прочтение именно в это время. В десятку также вошли преступления и наказания Федора Достоевского. Ну, читают в школе, поэтому и помнят еще. Робинзон Крузо, Даниэль Дефо – это 10-летний уровень. Гордость и предупреждение Джейн Остин и два капитана Вениамина Каверина – это уровень 12-13 лет. Замыкает рейтинг на наиболее популярных среди российских читателей произведений. Джен Эйра Шарлотты Бранте, Евгения Онегин Александра Пушкина, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, Анна Карейна Льва Толстого и капитанская дочка Александра Пушкина. Тоже уровень там 12-13, максимум 15 лет. Уровень старшеклассника. Мое поколение прочитало все это, за исключением Поттера, который даром никому не нужен. Еще в школьные годы просто срам. Даниэль Дефо действительно 10-летний уровень. Вот отражение интеллектуального уровня современной читающей публики. Но большая часть вообще ничего не читает. Даже это, вот эти 15 книг, читающая эта публика, наверное, прочла, я думаю, подавляющее большинство. А остальные-то нет. Остальные нет. У Гарри Поттера я, к слову, прочел одну книжечку, настолько это бездарное произведение, что я это в качестве опыта думаю, что ж там такое? Какие-то миллионные тиражи там по всему миру? Да ничего, просто пустышка. Просто пустышка. Нелепая пустышка. Конец духовной жизни. В Михайловском Золотой Верховном Соборе в Киеве осветили икону, на которой изображена Богоматерь, участники Майдана, бойцы Украинской повстанической армии УПА, казаки и гетман Мазепа. Вот в таком виде у нас православие на Украине. Ну, я уже говорил о вырубленном парке Сталинградских вдов, расподложенном у подножия Мамаева Кургана, конечно, просто край, край падения, нравственного падения всего общества и государственного управления. В целом полный аншалак, как говорится. Пора заканчивать с этим. Пора заканчивать с этим абсурдистаном. В 2018 году я призываю всех идти на выборы только в одном случае. Если там будет народный лидер, которого выдвинут национал-патриоты. Если там его не будет, на этих выборах нам делать нечего и признавать эту власть легитимной нам нельзя. Нам нужна русская власть в русской стране, каковой Россия и является исторически. А кто этого не понял, ну пусть в своем неведении живет. Русская власть его преследовать не будет. Только за исключением тех случаев, когда он начнет агрессивно высказывать свои бредни по поводу того, что власть должна быть многонациональная, страна многонациональная. Нет, нам нужно русское национальное государство, которое будет милостиво ко всем, будет пресекать коррупцию, измену, будет преследовать за прежние преступления деятелей нынешнего режима. Будет. Но эта власть будет милостиво ко всем. Россия – русскую власть. Русская власть.